Вы слушаете Радио Болткома С климатом 20 тонн углекислого газа на душу населения Слушайте по пятницам Радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется Открыть ящик Пандоры Начинается программа Климат-контроль Телефон прямого эфира 67212-93-9 67213-93-9 Звоните, высказывайтесь, комментируйте Спрашивайте И на ваши вопросы ответит Журналист, пишущий о науке Ученый, морской геолог Константин Рангс Доброе утро Здравствуйте, Константин Да, ведь Мы живем в такое время, когда всем нужна Энергия, желательно, чтобы она была подешевле Особенно вот, ну и Для обогрева, для того, чтобы Эти вот электромобили Двигались, шустрели, для того, чтобы Освещать Квартиру, что-то греть Но вот где эту энергию взять И я понимаю, что и наши соседи Соседние страны Каждый решает этот вопрос по-своему То вот все грешили Там после Чернобыля Было какое-то, ну совершенно Негативнейшее отношение К атомным электростанциям Но сейчас вот не до жиру В общем-то Меняется, я понимаю, что и к этому Вопросу отношения Ведь есть еще и много других способов Добывать дешевую электроэнергию Вот как обстоит дела с этим вопросом Как решают страны во всем мире Ну, прежде всего, нужно отметить Что вопрос энергообеспечения Это в очень большой степени Вопрос жизнеобеспечения Это даже не просто осветиться там Или на чем-то съездить Если у вас за окном Я уж не говорю там про минус 40 Даже вот те же самые минус 10, минус 20 Без отопления вы просто жить не сможете Ну, вот никак Либо придется ставить буржуйки Но это тоже не вариант В принципе, когда холодно И нет тепла, источников энергии То вся жизнь сводится к выживанию Практически в пещерном состоянии Потому что, извините меня Одна обогретая буржуйкой комната И плюс планшет Или там какой угодно Мощная современная компьютерная система Это все равно пещера По большому счету Так вот будем говорить Поэтому, если у нас нету Необходимого количества энергии То наша жизнь В нашем климате На нашем северном полушарии Она становится выживанием И естественно, что всех беспокоит ценник Это очень же важно отметить Что, собственно говоря Мы не просто хотим получить электроэнергию Как вы сказали Мы же хотим получить еще ее По разумным ценам Ценам, которые мы способны поднять Не нужно отдавать отчет себе Что, например Вот это вот предложение Цены Предложение электроэнергии По разумной цене Оно в очень большой степени Связано с тем Что мы должны получать Не просто абстрактную электроэнергию А мы должны получать электроэнергию Совершенно определенных кондиций То есть Свои вот в наших краях 220 вольт Извольте получить Частотой 50 герц Ну и там дальше ампераж Еще имеет значение То есть, по сути дела У вас должен быть Совершенно кондиционный продукт Потому что Наши Все эти электрические приборы Питаются Могут питаться Только вот такой Электрической энергией Электрическая же энергия Не существует Сама по себе В качестве какого-то Знаете, продукта Типа вот, например Того же угля Нефки Или, например Ядерной энергии В недрах урана Нет Это процесс И вот этот процесс Очень легко можно Сбить Что называется Спонталыку Небольшие изменения И все идет Не туда А раз появляются проблемы То наша техника Она либо начинает Просто не работать Либо может В худшем случае Сгореть Либо могут быть Какие-то еще Серьезные проблемы А поскольку у нас Все на электроэнергии То в этом смысле Проблемы сбоя Энергопоставок И не в том Что ее вообще нет А вот ее качество Приводит к тому Что проявляются Следующие проблемы И так эти проблемы Нарастают Как снежный ком А ведь если вдуматься Ведь всего лишь 150 лет назад Электричество Практически Не применял То есть оно было На каком-то уровне Экспериментов На уровне Чего-то такого Диковинного Освещались Отапливались Там дома Совершенно По другими способами Вот насколько Изменился мир Вот за эту Сотню с небольшим лет Вот задумываешься Прямо Но мир изменился Не только За сотню С небольшим лет Мир стал меняться За последние 20-30 лет Ну 30 лет Это будет четко Да Вот в связи С отношением К электроэнергии Дело все в том Что например Еще полвека Тому назад Как бы Особых проблем Как скажем Таких Теоретических Не существовал Было понятно Например Вот это Французы реализовали Давайте будем Ставить Атомные станции И они Им понаставили Все Францию Заставили Атомными станциями Они дают По разным данным Ну больше 70 с лишним Процентов Выработки Всей электроэнергии В стране Это стабильная Поставка Электричества Надо заметить Что атомная станция Тем и хороша Что если уж Вывел ее На полную мощность Вот стоит она И работает Вот как положено Потому что Атомная реакция Это одна из самых Стабильных реакций Которые только существуют Во вселенной И если все Делать вовремя То атомная станция Будет работать Долго Без всяких аварий И очень успешно Вот если посчитать Количество часов Количество аварий По сравнению С тем Сколько эти станции Работают На всей планете Уже Больше 65 лет То становится видно Что это действительно Весьма Весьма Надежная Штука С другой С другой С другой С другой С другой С другой Сейчас мы Хотим Чтобы Это у нас Как бы Возбуждает Вот в нас Эту идею Что энергия Должна быть Не наносящая Ущерба Окружающей Среде 65 лет Тому Назад Такой Энергией Считалась Энергией Рек В первую Очередь И вы Смотрите Это же Был Настоящий Настоящий Такой Бум Гидроэнергетики Вот например В Советском Союзе Строились электростанции Сначала Волгу Перекрыли Потом Появились Мощные электростанции В Сибири Но надо Сказать Что электроэнергетика Развивалась И в Латвии Вот если Про Латвию Говорить Кевумская ГЭС Появилась Еще в годы Первой Республики А потом Уже При советской Власти То есть До войны Вот А уже Потом При советской Власти Были Произведены Работы По ее Реконструкции Ее мощность Чуть ли не в два Лишнем раза Увеличилась Сейчас по-моему Это 250 Мегаватт Она дает Была построена Плявинская ГЭС Которая Имеет Пиковую Мощность По-моему До 900 800 с чем-то Там Мегаватт Рижская ГЭС 400 Мегаватт Планировалась Еще и Долговпилская ГЭС Причем Самое Интересное Что эти Электростанции Они были Включены В единую Энергосистему Советского Союза И хотя Они назывались Пиковые То есть Они не могли Давать Электричество Равномерно На полной Мощности Постоянно Воды Доугави Не хватало Вот Другое Дело Что они Были Очень Нужны Когда Наступали Пики Электропотребления Вот это Очень Момент Такой Когда мы Все Включаем Свои Телевизоры Начинаем Там что-то Жарить На электроплитах Например Вечером Количество Электричества Электропотребления Резко Растет И Если Мы Добавим Дополнительные Нагрузки То поплывут Параметры Вот этой Самой Электрической Сети Поэтому Нужно Оперативно Вводить Новые Электрические Мощности И тут Гидроэлектростанция Как нельзя Скажем Подходит Вы открываете Заслонки Поток воды Бросается На турбины И вот У вас Уже В сеть Идет Поток Дополнительной Электроэнергии Который Вытягивает Ее Парамет Наступает Вечер Ложатся Люди Спать Замоды Не работают Очень Многие Офисы Выключились Все Потребление Падает Заслонки Закрываются И вода В водохранилищах Опять Накапливается До какого Момента До утра Когда опять Все просыпаются И все Безуси Но В этот промежуток Времени Должно Быть Постоянные Станции Которые дают Постоянную Стабильную Энергию Для этих целей Например В нашем регионе Была построена Игнолинская Атомная Станция В Литве А вот У эстонских Наших соседей Стояли Мощные Электростанции Которые Работали И работают До сих пор На природных Сланцах Это такая Разновидность Породы Содержащая В себе Углеводороды Вот в частности По этой причине Сейчас Эстония Находится В европейских Лидерах Выброса углекислого Газа В пересчете На душу населения То есть Отрицательный Лидер А Латвия Как раз Благодаря своим Гидроэлектростанциям Находится В отношении Положительных Лидеров Поскольку Основную Электроэнергию На территории Латвии Обеспечивают Вот эти Самые Три основных Электростанции На Доугаве Есть Есть еще Две Электростанции Меньшей Мощности По-моему На реке Айвиксты И Есть Об этом Мало как-то Известно Но есть Где-то Около 140 Малых Электростанций Мощностью Меньше Тысячи Меньше Тысячи Киловатт Которые Ну Дают Электроэнергии Это Такие Локальные При фабричках При фермах Вот Представьте себе Сколько их Где-то 140 Штук По всей Территории Латвии Они не связаны В общую Сеть Это Отдельная Тема Которой Еще Можно Говорить Но Тем не менее Они есть Так что Латвия В известной Мере Очень Экологическая Страна Эксплуатирующая Свой Очень важный Возобновляемый Ресурс А именно Рики В Эстонии Таких рек Нет Не повезло Им в этом Отношении Но зато повезло С осланцем И они Поэтому Поставили Свои Электростанции И замечательным Образом Они эту Электроэнергию Производят И производили И раньше И дальше Но сейчас У нас Совсем Другие Времена У нас В Евросоюзе Времена Зеленой Сделки И поэтому Сейчас У эстонских Товарищей Соседей Возникла Очень сильная Головная Боль Как им С одной Стороны Электроэнергию Поиметь А с другой С другой стороны Перестать Сжечь Сланцы Да У меня Вот сразу Вопрос А ведь Если мы находимся Вот в едином Евросоюзе Где нам говорят Что вот Ребята Давайте Вы не будете Выращивать Свеклу Сахар будет Производить Другая страна Почему не может На страну Почему не может Страна Закупать Ну или там Получать Я уж не знаю В виде гуманитарной помощи То же самое Электричество От соседей Если мы Вот все Как бы Одна команда Сидим В одной лодке Почему вот Должны быть Такие вот Строгие условия Направленные На Эстонию То же самое Ну дело Все в том Что Эстония И так Связана С нами Энергетическим Кольцом Плюс Россия С Белоруссией Так называемый Брайл Вот Еще и Литву Надо учитывать Да С Калининградской Областью Мы конечно Хотим вырваться Из этого Ну кольца Мы хотим Присоединиться К энергетике Европы Но это все Не дело Которое Можно решить Одним щелчком Пальцев Переключить Пару проводов Это очень Серьезная вещь По этой Причине Например Нужно понять Что Литва Конечно Здорово Проиграла Закрыв Свою Игнолинскую Атомную Станцию И она Из доноров Электроэнергии Из поставщиков Стала потребителем Электроэнергии Покупателем Можете себе Представить Если была бы работала Игнолинская Атомная Станция То скорее всего Лукашенко не стал бы строить Свою Островецкую Атомную Станцию Не было бы никакого Смысла Ни экономического Ни политического С другой стороны Сейчас бы Например Поставки Электроэнергии От Игнолинской Атомной Станции Они бы Были бы Очень нам Всем полезны И кстати Это бы могло Компенсировать Сокращение Генерации В Братской Эстонии Тогда было бы Все как бы Логично Мало того Сейчас как-то Забывают Но дело Все в том Что Игнолинская Атомная Станция Она была Не достроена Там нужно было Строить еще Два реактора Если я не ошибаюсь То есть Все было подготовлено Нужно было Ставить То есть В принципе Никто бы не мешал И сначала Об этом говорили Что на том месте Поставить Европейские Реакторы По европейским Технологиям А вот эти Старые Советские Потом Когда уже Те новые Заработают Заглушить И потихонечку Их разобрать Тогда бы Как бы Дефицита Электроэнергии Не было Но теперь Мы что имеем Мы имеем То что мы имеем И нам нужно Получается Покупать Ту же самую Электроэнергию В России Или например В Белоруссии А в Белоруссии Атомная электростанция У Польши С Белоруссией По этому поводу Конфликт В том числе И Литва Уговаривает Не покупать Электроэнергию У белорусов Атомную Вот можно Подумать Что и на движении Как говорится На условном Движении Электронов Можно Стоят какие-то Надписи Откуда они Ее получили Белорусская Электроэнергия Может уйти в Россию А из России Придет взамен Электроэнергия От Российских источников Хоть нет никаких Стантов То есть по идее Надо тогда вообще Прекратить Энергетическую Торговлю Кивают на Самую Финляндию Которая говорит Что она в перспективе Может прекратить Закупки Электроэнергии Из России Сейчас Финляндия Покупает Электроэнергию Из России Ей не хватает Но именно Поэтому Финляндия У себя Строит Еще Две Две Атомных Электростанции То есть одну Достраивает Это Самый Огромный Долгострой По-моему В Европе Атомный Уже скоро 20 лет Ему будет Это станция Элкилу Энергия Для нужд Финляндии Финляндии Финляндской Промышленности Индустрия Не нужно забывать Что в Финляндии Есть серьезная Индустрия Которая требует Очень много Электричества Вот Поэтому Собственно говоря У всех Свои Собственные Интересы У нас есть Просто звонок Здравствуйте Доброе утро Пожалуйста Доброе утро У меня два вопросика Скажите Вот в давние В давние времена Строили большие Замки Из камня Как их отапливали Это первое Второе В России Очень много Усадеб Вот таких Красивых Дорогих С позолотой С янтарем Вот в те Царские времена Как там Отапливались Они Спасибо Спасибо Ну надо сказать Что Вопрос Отопления Вот таких Вот Замков Да Это очень Интересная вещь Дело все в том Что в очень В замках Существовали Покои Которые были Летнего И зимнего Назначения Это имеется Ввиду там Где действительно Были суровые зимы И надо заметить Что очень многие Замки Перестраивались В зависимости От климатических Изменений Вот за свою Историю Например Мне рассказывали Во Франции Что Он говорит Вот тот замок Который вы видите Перестраивался Три раза И все Каждый раз Не из-за Прихоти А потому Что Менялся Климат И приходилось Либо заделывать Окна Либо потом Когда появилась Возможность Их опять Открывать Или в другом Месте Надо заметить Что в России Вот эти вот Дворцы Которые Мы видим Допустим Петергоф Или Екатеринков Зимний дворец Отапливались Очень интересной Конструктивно Очень развитой Системой Отопления Печного Отопления Конечно Другого Не было Но система Она Была Очень Интересная И специалисты Печники Это были По сути дела Это не Кустари Одиночки Это были Инженеры Которые много лет Этому учились И которые Заранее Еще на стадии Проектирования Дворца Они уже Разрабатывали Систему Подачи Тепла Например Тепло Могло идти Под полом Если печь Стоит на одном Этаже На верхнем Верхнем Этаже Горячий воздух Проходил Под полом Или в стенах Вот И перед тем Как уже Выйти наверх Да Вот Ведь заметьте Когда сильный мороз В печи Очень сильная Тяга Это обеспечивало Циркуляцию Воздуха И получалась Интересная вещь С одной стороны Внутри дворца Был свежий воздух Свежий воздух Но он был Теплый То есть Да Действительно Существовали И только Друэл Другого рода Что эти дворцы По нынешним временам Не выдержали бы Никакой Экологической Экспертизы Потому что Они тратили Огромнейшее Количество Дров Сейчас говорят Дрова Возобновляемый Ресурс Допустим В Британии Дров не было Поэтому там Углем Отапливали Но тем не менее Надо отметить Что в принципе Существовала Система Отопления Существовала Но это же Для дворцов Вот дворцы Отапливать Да Можно было А уже Когда вы Переходили На жилье Так скажем Даже Тогдашнего Среднего Класса То нужно Было Понимать Что либо Вы Отапливаете Небольшой Дом Частный Дом Кстати Обратите Внимание Что например В той же самой России Да и вообще В Северной Европе Дом Чаще всего Это одноэтажное Строение И не потому Что трудно Построить Второй Третий Этаж Замучаетесь Отапливать Печью Такое Вот Сооружение Проблемы Бывают Поэтому Известная Вещь Что потолки Например Могли быть Низкие Для экономии Чем ниже Потолок Тем естественно Меньше Разница Температур Между полом И потолком Поэтому В идеале Потолок Он должен быть Чуть выше Головы Тогда Проще Такое Да Оно может быть Огромное Здание Помещение Но Потолок Не должен быть Высокий И вот И если он Допустим Там хотя бы Там 3 и 3 с половиной Метра Ну максимум Уже тогда Не нужно строить Второй этаж Потому что Как известно Теплый воздух Поднимается наверх Он туда Уйдет А снизу Придет холодный То есть Тут уже Сразу Нет дворца Будь Скромнее Со своими Желаниями А в замках Я понимаю Все равно Ведь там Стеклопакеты Не поставишь В эти окна Или Или окно Через которое Просто идет Холодный воздух Ну просто Вырубленное В стене Какое-то Пространство Либо Заделывай окно И тогда Будет тебе тепло Но не будет света Ну да Во-первых Существовала Такая вещь Как так называемые Зимние Вторые рамы Мы забыли Что это такое А они существовали И ведь Даже анекдоты Были Например Был такой анекдот Учительница Спрашивает Вовочку Вовочка Скажи пожалуйста Твой папа Ставит Вторые рамы В окна Ну Зимой Да Ставит А почему Вовочка Ставит Папа Вторые рамы В окна Зимой А потому Что если мама Если он их не поставит Мама Ему пропили Все мозги Вот такие были Как говорится Анекдоты А смысл был в том Ведь зачем Вторые рамы Это обеспечение Теплоизоляции Действительно Делалась рама В которой ничего Не открывалось Не было форточек Там Или каких-то украшений Эта рама Вставлялась В оконный проем Внутрь Вкладывалась вата Все аккуратно Конопатилось Вот И таким образом Создавался В окне Вот эта самая Воздушная прослойка Которая Исключала Сквозняк Просасывание Холодного воздуха И она Изолировала Внутреннее Помещение То есть Вторые рамы Они потихонечку Отмерли Только в течение Последних Тридцати лет Где-то А я хочу сказать Что кое-где Они остались И до сих пор Если мы уедем В глубинку Еще один Сразу Звонок Здравствуйте Пожалуйста Доброе утро А мы были В Стракайском Замке В Литве Так там Рассказывали Что у них В подвале Там я не знаю Что стоят Печели Что А в стенах Во многих местах Были сделаны Воздушные каналы И теплый воздух Поднимался Таким образом В замок Это для сведений Но у меня Вопрос А у нас В Латвии Достаточно Ветров Чтобы ставить Ветряки Спасибо Спасибо Ну Это два разных Вечи Про первую Вечу Как раз Мы говорили Да Вот О том Что существовала Целая система Печей Воздуховодов И это Довольно Хорошо Разработанное Инженерное Решение А Насчет Ветров Ну Вы знаете У нас Они есть Но их у нас Меньше Чем например В той же самой Дании Вот так можно сказать Или например В Южной Швеции Или в Голландии Или тем более В Британии В северной части Да Но они у нас есть Но дело все в том Что видите Какая проблема У нас постоянно Путаются И наши коллеги Журналисты Этим страдают Они постоянно Путают Две важных вещи Они путают Понятие Установленной Мощности То есть В принципе Вот мощность На которую Может выдать Электростанция Вот у нас есть Генератор Вот в ветрях Да И написана Его установленная Мощность Например Ну пусть будет Тысяча киловатт Небольшой такой Но Как говорится Тысяча киловатт Это слушайте Тысячу утюгов Можно включить Ну так Теоретически Да Вот То есть Так скажем На деревеньку хватит Да Замечательно Только Когда он Работает В полную мощность Вот тогда Он эту тысячу даст А когда ветер слабый То он даст меньше И у него будет Допустим Уже Выдача Меньшего количества Электроэнергии А когда наступит Не дай бог Штиль Он вообще стоять будет И появится В течение У нас Через какое-то время Нам придется думать О том Что существует Такой коэффициент Установленной Мощности Это Сколько мы Реальную Мощность Имеем По отношению К той Которую могли бы Теоретически Получить Ну вот говоря Если так Упрощенно Инженеры Электрики Час содрогнутся От моих Упрощений Конечно Но По сути Дело Это именно так Вот сколько Мы можем Получить реально За определенный Промежуток Времени А сколько Теоретически Вот это Коэффициент Самый высокий Он у атомных Станций Она как Вышла на свой Режим Так и работает А вот Например У любых Солнечных Станций Он совершенно Четко Он разумеется Меньше По одной простой Причине Ночью Солнечные Батареи Не работают Но вам Нужно Учитывать Постоянно Такая Интегральная Сумма С ветром Та же Самая Песня У гидроэлектростанций Бывают Периоды Когда много Воды Избыток А когда Мало Воды И они Тоже Не всегда Выдают Свою Пиковую Мощность И вот Этот коэффициент Установленной Мощности Например У ветряных Станций Которые Поставлены Не в том Месте Где Плохие Ветра Может быть Где-то Всего 20% Например У солнечных Станций Которые Стоят В неудобном Месте Которые Допустим Панели Заносятся Пылью Из Сахара Или еще Что-то Не так Это все Сделали Там тоже Могут быть Невысокие Коэффициенты И самое Главное Выдача Электроэнергии От таких Станций Либо Циклическая Как у Солнечных Туда Сюда Либо Она Зависит От того Какой Идет Ветер И вот В связи С этим Как раз Приходится Говорить Что Для того Чтобы Компенсировать Провалы Вот этих Электростанций Нам нужны Электростанции Которые Будут Работать И выдавать Электроэнергию Стабильно В течение Круглых Суток 7 дней В неделю 365 дней В году И вот Именно Поэтому Наши Эстонские Соседи Вот об этом Сейчас стали Писать Финны Эстонские Соседи Думают о том Что они Может быть Заменят Свои Вот эти Чадящие В районе Коктлоярви Электростанции Которые Сжигают Сланец На Новый Энергетический Источник На Атомную Станцию Которая Будет Использовать Новейшие Американские Реакторы Надо Надо сказать Что Американцы Пошли По Очень Интересному Пути Они Создали Реакторы Такого Как бы Замкнутого Цистернообразного Типа Это Реакторы Которые Могут Работать Выдавать Не очень Много Не очень Высокую Мощность Порядка Где-то 60-70 Мегаватт Ну Для сравнения Рижская ГЭС Выдает 400 Да Но Эти Реакторы Именно Выглядят Как Цистерны К ним Нужно Только Подключать К турбинам Они Замкнутого Такого Вида И по сути Дело Представляют Из себя Такую Батарейку Которая В течение Достаточно Долгого Времени Выдает Перегретую Воду Которую Можно Отправлять На турбину В случае Аварии Она Гасится Сама По себе Это Закрытая Батарейка И после Окончания Своего Срока Службы Либо Она Вывозится Либо Разбирается На ее место Ставится Новое Ставить ее Можно В шахты То есть Это В принципе Сейчас Американцы Как раз Готовятся К созданию Своей Первой Электростанции Чем Это Хорошо Это Хорошо Тем Что Не нужно Заниматься Заморачиваться С технологией Работы Внутри Самой Самого Реактора Ты получаешь Грубо говоря Батарейку От Производителя А уже Ты Обслуживаешь Только Турбины Реактора Неважно Откуда Условно Приходит Раскаленный Пар К турбинам Твоей Электростанции В данном Случае Это будут Просто Под землей Находящиеся Вот такие Вот элементы Надо сказать Что инженеры Гают Что это Вполне Возможно И по По ходу Дела Вот сейчас Американцы Собираются Строить Первую Свою Такую Станцию Реакторы Уже Такие Экспериментальные Есть И ожидается Что это Может быть Очень сильное Правильное Решение Для очень Многих Стран Такой Вот Реактор Так что Надо сказать Что не только Россия Экспериментирует Со своими Атомными Решениями Типа Какая-то Плавучая Электростанция На севере Это кстати Тоже Там Это тоже Решение Но американцы Как бы Ввязались Тоже В это Соревнование Они Предлагают Свою Атомную Батарею Поэтому Понятно Почему Все Это Хотят Сделать Потому Что Нужны Постоянные Стабильные Источники Энергии И Эти Источники Энергии Либо У вас Уголь Который Очень Удобен Либо Газ Либо Вы должны Использовать Энергию Атома Вот У вас Выбором По большому Счету Господа Нет Вот Зачем Выбор Между Всем Этим Кстати Надо Сказать Те же Самые Поляки Головная Экологическая Боль Европы 80% Всей Генерация У них Идет На Угле Чем Заменить Этот Уголь Вот Поляки Предлагают У них Тоже Ставить Атомные Станции То есть Как бы Мы Постоянно Слышим Разговоры О Возобновляемых Источниках Энергии Это Такой Фон Да Вот Но То Что Происходит За сценой Да То Что Происходит Внутри И Какие Существуют Реальные Проблемы Мы Об этом Не Слышим Это Очень Скучно Это Скучно Для Журналистов Разбираться Во всех Этих Ампер Часах В Мощностях Чем Отличается Одно Другого Вот И Это Скучно Для Политиков Потому Что Когда Политик Приходит К Специалистам Экспертам По энергетике И говорит Вы мне Объясните Что нам Делать И те Начинают Ему Рассказывать О всех Нюансах Он Понимает Что Это Он Избирателям Уже Не Продаст Не Получится И поэтому Политик Транслирует Уже Следующую Идею О том Что Вот Мы Идем Несемся Вперед Чистая Энергетика Поток Ветра Солнце И посмотрите Какие У нас Количество Какая Наша Мощность Наших Солнечных Станций Превысила Мощности Которые Предлагают Станции Угольные Это Тиражируется Особенно Посмотрим В социальных Сетях Пишут Люди Которые Ампер От кулона Не отличат И они Радостно Об этом Пишут Возникает Вопрос А ночью Сколько Какая Будет Мощность Этих Станций На этот Вопрос Никто Ответить Не может А самое Смешное Что нам Электричество Нужно Большей Частью Ночью В том числе Для освещения Поэтому Нужно Отметить Что Поскольку Мы Отталкиваемся От климата То Надо Сказать Что Сейчас С одной Стороны Вот этот Первый Такой Ажиотация Такой Восторг От Зеленой Сделки Начинает Проходить Зеленая Сделка Я имею Ввиду Это Знаменитая Программа Урсумлы Фондерляйн Она Под ней Под Её Гидой Идёт Главы Еврокомиссии Который В общем-то Весь Евросоюз Принял И Сейчас Мы Должны Что-то Как-то Делать Мы Должны Внедряться Внедрять Всякие Свои Решения Предлагать И Вот Вполне Возможно Что Сейчас Вот Уже На этом Фоне Начнут Проявляться Уже Такие Более Скептические Точки Зрения О том Что Вы Хотите Развивать Промышленность Вы Хотите Чтобы На Дорогах Бегали Электромобили Ну Так Господа У вас Должны Быть Источники Электроэнергии Для того Чтобы Заряжать Электромобили Да Вот Сейчас Говорят Будем Заряжать Зелёных Источников От Ветриков И от Солнечных Станций Замечательно Вот А Отапливать Квартиры Вы Отчем Вы Будете Газом По-прежнему Или Там Ещё Чем-то Сроде По-всему Газом Потому Что Представить Семя Что Мы Ещё Отапливаться Будем Электричеством У нас Просто Электроэнергии Не хватит И тогда Возникает Вопрос Это Очень Важный Момент По которому У нас Как-то В странах Восточной Европы Очень Долгое Время Было Неприлично Говорить Типа Сразу Могли Так Скажем Заподозрить А не о равенстве Людей К получению Базовых Ценностей А базовая ценность Это в том числе Тепло В нашем климате Это тепло Мы не на экваторе Живём И по этой причине Получается Что если вы Сделаете Действительно Электроэнергию Очень дорогой То отапливаться Ей смогут Только самые Богатые люди А у У делом Людей С гораздо Меньшими Доходами Будет Переселение В коморки Потому что Корм в коморке Дешевле Обогреть Вот и всё Все разговоры О правах Человека Разбиваются Тогда Когда у человека Либо нету Нету крыши Тёплой Над головой Нету еды Всё В этом состоянии Человек Звереет Я В силу Своей Вот этой Геологического Опыта Видел Как меняются Облик Человека Когда у него Нечего есть И когда ему Нечем согреться И негде согреться Это было На полярном Урале И начало Зимы То есть Понимаете Это жуткая Штука И все Такие Рассуждения О том Что Вот мы Это сделаем И это будет Всё очень здорово Пока не будут Представлены Расчёты Чёткие Они Весьма Зыбки И поэтому Я думаю Что нужно Учесть Что Серьёзные Политики Которых Опять-таки В Европе Тоже Известное Количество Они Сейчас Думают О том Как можно Было бы Решить Вот эту Задачу С одной Стороны Действительно Сократить Выбросы В атмосферу А с другой Стороны Всё-таки Сохранить Энергетику Чтобы Обеспечить Существование На привычного Нам Образа Жизни Спасибо большое Константин Рангс И климат-контроль Сегодня были С нами В прямом эфире Константин Тогда до новых встреч И если будут Вопросы наших слушателей Мы с удовольствием Примем их На номер Ватсапа 2-3-0-6-1-9-1 И уже ответим на них В следующую пятницу Всего доброго Всего доброго До свидания